Дорогие друзья! Мы сегодня напишем с вами вот такую тему. Немало фотоматериала, есть вот такого размытого цветочного фотоматериала. Фотографы создают и выставляют в интернете. И это может стать хорошим поводом для вот такой нежной картины. Из этих двух, которые у меня тут оказались под рукой, я, пожалуй, выберу вот эту. А эту я просто хотел вам показать, что их действительно в ассортименте в интернете. Они часто с капельками росы, вы видите, вот эти капельки. Поэтому мы потренируемся делать и мутные, и выразительные, и в том числе и капельки. Итак, вот эта тема. Возьмем разбавитель. Вы видите, в баночке у меня здесь разбавитель. Возьмем белильца. Сделаем сметанный замес. Возьмем голубенький. Розовенький. Там много фиолетового. Голубой и розовый даст насыщенный фиолетовый цвет. То есть, не рекомендую брать просто чистые цвета. Лучше брать замесы. А чистым цветом поджигать. Поджигать чистым цветом. Чтобы чистый цвет прозвучал на легкой грязце подкладки. Ну, видите, я штриховательно держу кисть. То есть, положение кисти, как цветок, как черенок цветка. И из этого положения набираю темное синее пятно. Синее, фиолетоватое. Там есть более синие места. Более розовые места. Более разбеленные, более темные. Я то в пользу одного цвета, то в пользу другого, то в пользу третьего. Набираю фановое пятно. В живописи маслом. Масло вообще любит штрих. Штрих. Лежачей кистью штрих. На уроках очень часто приходится поправлять учеников. Все их тянет вот на такое закрашивание. А особенно вот на такое. От этого закрашивания уходим к короткому настойчивому штриху. Масляная живопись любит короткий настойчивый штрих. Ну и вообще штрих. Именно масло в этом смысле очень союзно с рисованием. То есть, в данном случае кисть очень часто имитирует карандаш. Именно в масляной живописи. Поскольку масло не сохнет, оно может распределяться, перераспределяться бесконечно по толсту. Пока окраска сырая. Окраска сырая будет целые сутки. Поэтому штрих. Поэтому лежачая кисть. Штрих хорош именно лежачей кисти. Смотрите, немного слякотно набирается краска. Вы видите, лоснится некоторая густота краски. То есть, я набираю слякотное количество краски. То есть, сметана мокрого характера. В районник свистка я добавлю розовый. Как он и есть розовый. Периферия останется синий. Пановые вот эти. Останутся синими. И вещества краски немало. Не так, чтобы ее очень густо, но и немало кладем на пол. Я думаю, камера нам покажет меру густоты краски. А консистенция краски, я ее уже проговорил и еще раз проговорю. Это жидкая сметана. Как бы макроватая сметана. Вот мы набрали фоновую историю. Теперь возьмем, например, даже возьмем какую-то грязноватую тряпочку. Сделаю из нее рабочий инструмент. То есть, тряпка станет у нас не просто тряпкой, а рабочим инструментом. Вот такая подушечка. Вот такая фигушка. Она плотненькая. Этой фигушкой распределительно, не вытирательно с холста, а именно распределительно наберем, даже не наберем, а продолжим штрихование. Можно как бы в разных направлениях задать некую пространственную плоскостность. То чуть светлее, то чуть темнее. Глубокость. То есть, не просто ровненькое, а немножечко, вы видите, даже лоснение штриха идет то в одну сторону, то в другую. То есть, организация пустоты. Организация фонового пятна. То есть, в этом фоновом пятне уже угадываются какие-то проявления второго плана. Что-то, кажется, ближе к нам какие-то пятна, какие-то ушли вглубь. Где-то можно темноту. Смотрите, я прямо на палитре этим же рабочим пространством тряпки прямо на палитре усилил темность и наполнил те места, которые темны. Темны на фотографии. Они могли бы быть в других местах, и это тоже бы сработало. Опять же, то в пользу синего, в данном случае голубая ФЦ, то в пользу розового. Обратите внимание, есть некоторое движение, ритм вот этих штрихов. Можно было бы сделать и без него. Ну, на мой взгляд, с некоторым штрихом в данном случае будет получше. Хотя можно было бы сделать совсем мягкое распределение краски. Просто чуть светлее, чуть темнее. Ну, как бы так. Вы знаете, даже на бумаге, когда мы карандашом штрихуем, мы фоновое пятно не педантично выштриховываем до какого-то однотонного. Мы обычно штрихуем в разных направлениях, создавая эффект организованного пространства, воздуха. Вот этот воздух, я думаю, что нам удалось и здесь создать атмосферу, пространство, мутного проявления дальних цветков и так далее. Ну, вот там мигает розовый цветочечек в этом пространстве. Можно чуть подбелинней. То есть, плюс белило, оно чуть-чуть посветлело. То есть, как бы цветок второго плана. Ну, если камера периодически будет посматривать, будет хорошо. Так, наверное, прямо этим же инструментом можно переразвернуть тряпку на другую площадочку. Тряпка лучше всего вот такая хэбэшная, простая хэбэшная тряпка, самая дешевая, то ли ситес, то ли без. То есть, самая дешевая хэбэшная ткань, после которой идет уже марля. У нее хорошая впитываемость, впитываемость краски и мокроты в себя. У нее хороший, она не не растрепливается почем зря, но при этом при впитываемости она не растрепливается, что тоже хороший для нее показатель. Сейчас на складах встречаются такие тряпки и я вообще рекомендую для работы однородную тряпку. Не брать так называемую ветошь или какие-то тряпки или какие-то использованные простыни, пододеяльники, майки и прочее, прочее, а все-таки чтобы рука привыкла к одной фактуре, чтобы это был не раздражающий фактор, а наоборот вспомогающий фактор. То есть тряпки желательно закупить, ну закупите рулон тряпок на год работы и у вас всегда будет удобное и приятное на ощупь, узнаваемое на ощупь. То есть это рабочий инструмент. Он очень часто может применяться в масляной живописи и где-то я даже услышал такую потрясающую мысль, что когда Рафаэля спросили а почему вы пишете только портреты и не пишете совсем и совсем не пишете пейзажи. Он говорит мне скучно писать то, что можно за 20 минут написать тряпкой. Хотя даже странно слышать от великого мастера, что он даже тряпкой мог бы писать. Тем не менее тряпка инструментом была с давних пор и на сегодняшний день у нее тоже ее возможности не исчерпаны для современной экспериментальной живописи. Поэтому рекомендую тряпки. Купите себе рулон и живите с ним мирно. Можете целый год пользоваться этим рулоном. Теперь у нас следующая задача. Вот эти лепестки накидать хотя бы приблизительно на холст. Берем белильца. Берем розовильца. Сначала берем может быть чуть разбеленней. Прямо в центре вот эти два уха. Их не трудно найти. Они прямо в центре холста. Центр холста для нас композиционно очень удобен. В нем всегда можно найти что-то что близко к центру или близко к середине или близко по любой из вертикалей к горизонтали. И углы тоже для нас хороший ориентир. Вот эти два уха двух лепестков обозначим легко. Здесь не надо искать. Ровно в центре вот такая галочка. Собственно посмотрите что делает тряпка. Как мягко как прозрачно она укладывает лепестки. Словно вообще специально задумано для подобных задач. Лепесток вот это активное место у цветка стремится к середине но не доходит до середины. Не доходит. Покажем это. Здесь тот лепесток чуть-чуть светлее и эта светлота плавно уходит в светлоту. Очень хороший удобный узел. сюда к середине стремится тот дальний цветок ой дальний лепесток вот вот и этот стремится к середине один к нижней середине части другой к верхней части обозначим их. То есть середины для нас очень удобные удобные обозначения. Здесь квадрат поэтому ну стремящийся к квадрату в общем-то у нас формат вот такой. Ну мы адаптируем уже под наш формат чтобы не усложнять себе или не слишком усложнять себе задачу. Итак этот лепесток стремится прямо-таки к середине к верхней части над серединой этот под середину устремился здесь. Обозначим. Дальше пошли более темные смуглые лепестки темность скажем выражена под этим лепестком и не только темность но и нарочитая красность тряпка собирает немножко вещество краски и как бы укладывает малое количество но достаточное чтобы с ним работать это мы в дальнейшем увидим в каком смысле работает не пробуйте тряпкой вытирать краску с холста именно укладывать и распределять потому что тряпка может легко и вытереть аж до суховатости холста и ну такой продресси невкусной нет мы ею только укладываем краску распределяем и укладываем дальше уже вот эти вот настроения которые тоже в общем-то понятно где внизу смотрят на нас почти вертикально то есть их движение на нас и вбок сюда уходит другой еще один лепесток это приблизительная раскладочка вот мы немного себе делаем пометки ну от этого почти в середине чуть сбоку смотрит сюда лепесток который не доходит до высоты середины смотрит сюда так мы можем легко найти ну все-таки это не портрет человека где нужна точность если будет некоторая неточность будет не страшно плюс на нас смотрит еще один красавчик вот здесь даже просто направленность штриха уже рассказывает его месторасположение вот мы их обозначили другой важный инструмент которым можно работать палец не этот палец никакой другой не мизинец а именно этот палец хороший инструмент для работы на уроках я часто сталкиваюсь с тем что трудно заставить человека работать моделировательно моделировательно он норовит особенно это женщины конечно вот так делать так не делать делать моделировательно и лежачим пальцем лежачим ни в коем случае не торчачим и ни в коем случае не вот так моделировательно как скульптор вот так Для этого мы берем какие-то сейчас уточнения цветовые. Ну, например, вот это светлое место. Не добрал светлости, доберем. То есть вы видите, как определить меру. Попробовал, не хватает. Попробовал, опять не хватает. Еще добрал, так, чтобы хватало. Вот этот мысечек, клювечек лепесточка. Мера краски сохраняется небольшая. Мера краски должна быть такая, чтобы пальцу не было скользко укладывать краску. Вы видите, я практически не отпускаю палец от холста. То есть положил краску и начинаю моделировать. Дальше лепесток красим под этим верхней освещенной частью и уходит туда, туда, в центр лепестка. Обозначаю это его движение. Здесь сосед. Который тоже клювиком смотрит на нас. Посмотрите, как благородно укладывается красочка. Какая мера вещества. Мера вещества в данном случае очень важна. Мера вещества и мокрость вещества. Больше после тряпочной укладки я ничего не разжижаю. Я пользуюсь той скользкостью краски, которая есть на холсте. И ею моделирую. Самый кончик, наверное, больше будет блестеть. И жилочки лепестка уходят туда, туда. Я это более-менее внятно пытаюсь показать. Здесь светло. Навязываю светло. Даже всмотритесь в характер укладки. Если вы в своей работе встретили подобное ощущение, которое вы можете предвидеть в общении моего пальца с холстом и с густотой краски. Если вы видите, что это похожее, значит вы на правильном пути. Если у вас моделируется как-то иначе, смотритесь, что не так. Либо не так. Количество краски. Может быть ее слишком много. Посмотрите, как жилочно. Может не так. Холст быть не так. И вот это очень важный момент. Холст может вообще не поддаться подобной работе. То есть, для подобной задачи нужен холст, во-первых, средней зернистости. Не мелкой зернистости, не крупной зернистости. Не узловатый, а такой благородненький холст. Часто в магазинах можно встретить благородненький холст. Бывает, что по виду холст благородненький. Бывает, что по виду благородненький, под пленкой, который невозможно потрогать. Желательно найти канал получения хороших холстов для вашей творческой жизни. Чтобы каждый раз не сталкиваться с новым проявлением холста. Так же, как в тряпке, с новым проявлением рабочего инструмента. Так же и с холстами лучше подружиться с одной какой-то серией холстов. Где будет предсказуем грунт, который нанесен на холст. Грунт может вести себя самым разным образом. Не напрасно написана реклама на некоторых моих роликах. Где можете заказать, особенно по московскому телефону. Ну, для России и по киевскому, для Украины. Где вы можете заказать холсты, ну и другие полезные вещи для масляной живописи. Поэтому не напрасно реклама. Стоит вот найти хорошее. Хорошее я для вас нашел и можете использовать. Жилочные проявления, вот они вполне цветочно выглядят. Опять мысик лепестка. Его кончик, который смотрит несколько на нас. На нас, на нас. И блистает самый кончик, потому что снабжен точечкой. Точечкой. Бусинкой. Воды. Вот вы сейчас увидели приемчик. То есть, я точечку буквально навязал. Плюс. Бличок. Бличок жесткий. Можно даже два бличка дать. Рефлексик. То есть, свет прошел насквозь, ударился в эту стенку. Здесь светло, а здесь бликует. Прямо густой краской можно обозначить это место. И под самим, под самой капелькой, легкая теневая. Потому что капля, невзирая на прозрачность, все же имеет некоторую плотность. Как вещество. И отдает, отбрасывает тень. Ну, мы же с этим поработаем. С этими заморочками. Еще один лепесточек здесь. Такой мысечек. Вы видите, палец старается работать лежачей своей плоскостью. Хотя где касается грани и не только лежачей. Но нет почесывания и каких-то странных движений. Моделировательных движений. По идее, можно было бы воспользоваться кистью. И, собственно, а почему, собственно, не кистью? Неужели кистью не было бы так удобно? Действительно, опытному художнику удобно работать кистью. Он затачивался десятки лет на работу кистью. В ваших руках кисть будет неуклюжа. Вы слишком много можете положить краски. Вы слишком неточны будете в движениях. Потому что этот инструмент, он ближе к вам. Ближе к вашей, так сказать, нервной системе. И вы слишком хорошо видите, что вы делаете. И чувствуете, что вы делаете. И меру краски осязаете. Кистью вы недоосязаете. Хотя, конечно же, опытному художнику удобно было бы кистью. Но у пальца тоже есть свои причуды. Посмотрите, как вкусно, как дымчато работает палец. И в данном случае дымчатость может быть более уместна. Собственно, я показываю работу пальцем, тряпкой. Не для того, чтобы замудриться. А как раз для того, чтобы упростить. И чтобы вы справились с этой задачей. Ребрышка лепестка смотрит на нас. То есть, это вот так. Вот так. И эта ребрышка выражена больше, чем весь лепесток. Весь лепесток дым. А ребрышечка выражена. И растаяло. То есть, палец опять контролирует очень хорошо ситуацию. Еще лепесток. Ну, женщина вообще, мне кажется, удобно будет работать пальцем. Потому что свою работу над своим лицом очень часто они осуществляют в том числе и пальцами, мне кажется. По-моему. Да? Нет? Поэтому, мне кажется, женщина будет очень удобна этим инструментом. И, наконец, там какое-то темное, которое, собственно, и держит эту красоту. Это темное можно взять синий, можно взять коричневый. Вот вы видите эту темнятину. И вложить туда, а заодно очертить. Синий с коричневым даст некоторую зеленость, которая здесь будет новостью. Здесь нет пока зеленого вообще. И малейшее проявление инородного цвета сразу очень иначе звучит. И дает выразить, отделить одно от другого, что нам здесь необходимо. Темные проявления. Вы видите, я скачу с разных мест. То одну задачу себе, одну задачу предпринял, то другую. Не сидим, не останавливаемся, не зацикливаемся на выписке одного из элементов. Работаем максимально везде. Особенно, если какой-то элемент вдруг перестал поддаваться. Или не захотел поддаться. Стоит сразу перейти к работе над другим элементом. А там, расшевелившись, расчувствовавшись, можно снова вернуться к сложному или временно неподатливому. Есть там, вот вы видите, синеватость, голубоватость и голубоватые проявления. То есть, стараемся немного внести разнообразие в эту тишину. Есть некоторая обведенность дальнего лепестка. Вы видите, как палец контролирует ситуацию. Положил, еще и вмазал краску. Кисть положить положит, а вот вмазать будут проблемы. Нужны дополнительные действия, с которыми вы не знакомы. И эту моторику этих действий нелегко сразу освоить. Пальцевую моторику намного легче. Это показала практика уроков, которые я постоянно даю. Поэтому рекомендую довериться. Дает дымчатый характер, в которой кисть вот как-то так не работает. Ну, не справляется она с такой дымчатостью. Я думаю, что это красиво. И многим вашим зрителям, которые будут зрителями ваших картин, будет приятно смотреть на такие туманы, флюиды. Из-под теневой свет всегда выгодно звучит. Художники очень любят пользоваться вот этой вещью. Свет из-под теневой. Смотрите, как сразу выразилось пространство. Как предмет сразу прозвучал в пространстве. Из-под теневой свет. Можете записать себе эту мысль. И когда вы напишите дома какую-либо из картин, эту мысль прочитать, или набор мыслей, которые вы будете встречать полезных, прочитать и подумать, «А есть ли у меня в картине возможность из-под теневой положить свет и дать предмет в пространстве?» Всегда найдется, уверяю вас. Итак, запомните. Из-под теневой свет – это одно из аргументов художественности картины. Другой мощный аргумент, который здесь никак не участвует, это теневые не любят густую краску, а световые любят. Теневые и темные партии недолюбливают густую краску, светлые и световые партии любят густую краску. Тоже можете записать тетрадь. Я по мере того, как буду сто минут на мысли, буду вам их анонсировать, чтобы вы могли, особенно вот в конце работы своей, чтобы во время работы не сбиваться с эмоционального настроя, а в конце работы взять, достать пометки. Этих пометок будет, может быть, штук 10, и просмотреть. О, ну-ка посмотрю, есть ли у меня там возможности из-под теневой где-то. То, действительно, прозвучит обязательно. Фотографы не все знакомы с этой темой, поэтому не у всех фотография может быть художественной. Но те фотографы, которые знакомы, они, как правило, работают качественнее, чем другие. Ну, а уж тем более художники. Это все я вяжу на картиночке. И навязываю на холст. То есть, вы видели, появился некий, немножко аленький цвет. Такой рефлексирующий. То есть, цвет рефлекса. Свет проник сквозь красноту этого лепестка и осветил краснотой, как под красным зонтиком. Ситуация, как под красным зонтиком. То есть, он здесь не случайный. Этот, к тому, вот этот лепесток, к тому месту никакого отношения не имеет. У него все голубо. Он здесь ближе, он к этому, в этом месте не участвует. Хотя, несколько у него светится его плоть там, в глубине. Обозначаю и это. Вы видите, появилась некоторая прозрачность лепестков. Видите, я скачу с одних мест на другие. То есть, не застреваю на каком-то узле вообще. Хотя можно же было бы что-то уже внятно выписать. Нет. Я всю работу веду постепенно к уточнениям. Так всегда поступайте. От общего к частному. Ваша работа должна быть все время в таком состоянии, что даже если у вас ее отнять в этом состоянии, на это уже можно смотреть. Это уже прилично. То есть, никогда не выписывайте один узел, вдруг не собрав все, весь этот ансамбль звуков. Не собрав какому-то порядку. То есть, из небытия в бытие. Из обобщенности к уточненности. Ну вот сейчас капелюшечку эту раздавим. Капелька обладает таким свойством, что она лежит. Она не торчит. Не торчит. Она лежит на плоскости. Поэтому, видите, я задаю ей такой, как будто тесточка. Характер обмякшего тесто. Вот какой-то у нее бличочечек. Вернее, рефлексичек, который туда, в нижнюю стенку, увлекся. Вот у нее какие-то краснотики, которые отсюда отразились на верхнюю стеночку. Видите, как палец здорово решает эти задачи. А вот где-то капля подобрала голубовастики. Она приобрела собственную тональность, некую, иную, чем соседи. Она приобрела собственную форму, иную, чем соседи. И самое главное у капли, конечно же, блик. Густая красочка выразит блик. раздавил чуть-чуть. И теневая от капли. То есть упавшая тень. Там я еще один вижу. блечочек или рефлексик отражения или еще, как его можно назвать. С красниночкой такой, алой. Тоже будет таким фонариком цветовым в этом пространстве. То есть инородный цвет, алый, очень изящно прозвучал. розовый очень любит соседство с зеленым. В данном случае бирюзовая может быть этим соседом. фоновом пятне проявление зеленой массы травы и других цветков. Вот этот иной цвет контрастно прозвучал по отношению к розовому и к фиолетовому. на картинке этого нет. Но мы можем себе позволить, зная такую простую вещь, как соседство красных и зеленых это классическое красивое соседство. Вы видите как задышало, как выразилось пространство опять же из-под теневой свет. На картинке это едва-едва на фотке на фотке это едва-едва проявлено. Посмотрите как засияло. Вероятно и сюда я тоже зелененький насажду. Вы видите мутный характер сохраняется и очень удобно сохраняется. Опять сейчас на время взял тряпочку это не значит что вы повторяя эту работу или найдя подобную ровно в этой же последовательности должны делать. Я задаю вам сам характер укладки идею укладки краски а вы поступите либо с этой либо с другой фоточкой по приблизительно по этой последовательности. я думаю что в галереях живописи вы не раз встречали какое-то вот такое крупные цветы на большой формат сейчас это очень актуально модно если вы возьмете эту технологию то исполнение ее будет не сложно а ценность ее и выразительность ее будет очень и соответственно для многих из вас для кого это актуально продаваемость таких вещей безупречна насколько я знаю много художников пользуются этой технологией даже не технологией а крупность цветков пишут и действительно это очень интерьерно красиво стоит такая живопись обычно 600-700 долларов особенно если она хотя бы 60 на 80 то это уже стабильные 600 долларов даже на нашем русском рынке вполне частая продаваемость таких работ вы видите как палец распределяет распределяет настойчиво распределяет пока не добивается своего кисть в ваших руках обязательно сделает перебор или недобор постарайтесь работать именно пальцем вязкая 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 среда в которой работает сейчас палец вот если у вас так же значит вы на верном пути если палец скользит значит что-то не так он не должен скользить то есть ему несколько скользко но вязко что-то все возможно перейти пакет пакет по диму и лу 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 Там этого нет, но я себе такое захотел. Если у вас во время работы что-то прозвучало, а там на фотоматериале или еще где-то такого нет, не отказывайтесь. Если оно внятно прозвучало, если вы сомневаетесь, что оно звучит, лучше откажитесь от такой идеи, в которой вы сомневаетесь. Вот такой дельфинчик, нос дельфинчика. Видите, по несколько раз приходится растягивать, протягивать, адаптировать. И в итоге получается красиво. Опять вот это цветовое, вот это прозрачное. Уже в этом месте. Ну вот вкусно сидит нечаянный остаток избыток краски розовой там. Хотя на картинке не совсем так. Но мне кажется, что вполне можно оставить эту кляксовидную, сопельки видную. сгусток краски. Желочки. Желочки. То есть смотрите, я кладу, кладу, протягиваю. И оно внятно приходит к нам. То есть на нас смотрит. Чтобы выразить это еще более, усилю контрастность, допустим, вот этого места. И лепесток. лепесток уже вышел на нас. И это ребрышко теперь вышло на нас. Лепесток. Совсем так, как на фотографиях редко, когда получается. Потому что надо совсем уж сосредоточиться на фотореалистичном действии. Но вот эта неточность художника в срисовывании натуры часто по-своему здорово звучит. То есть где-то перебор цвета, где-то кляксочка. Все это особые вкусности живописи. Вы видите, тенечку стараюсь не забыть. И бличочечек. И вот такие бусиночки украшают наш цветочек. Можно намек на цветок дать там, вдали. Намек. То ли цветок, то ли еще... Ну, в общем, вполне приличное место. Можно чуть-чуть темноту, которая есть на фотке, обозначить. Тоже это было бы не обязательно делать. Если у вас уже красиво, то совсем не обязательно гоняться за каждым пятном фотографии. Красочка немножко... встала и уже... уже спротивится немножко расштриховочка. Но, тем не менее, мы их поддали. Теперь, когда, в принципе, все у нас выстроилось, чтобы не мучиться пальцем в ребрах вот этих, можно взять кисть, но не маленькую, а довольно крупную. Плоскостную. Да? Вот широкая плоскость, узенькая плоскость. и чуть-чуть дать вот эти закрученности. Это уже финишная. Советую вам до самой финишной кисть в руки не брать. Постарайтесь укладывать так, чтобы это были поступки, чтобы это не было возня мелких мазочков. Краска достаточно вязкая сейчас на холсте, поэтому все можно сделать вот так моделировательно. вязка моделировательна. Вязка моделировательна. вязка моделировательна. Чирк, чирк по холсту, не мазок, а чирк. Непонятно, где зашло, где зашла кисть, непонятно, где вышло. Чирк. Если что, вспомочь пальцем. Мера светлого, вы видите, ограничена. Это не белый. Это припачканные голубизной, разрезной цветики. Скорее, сколькоiding голубизной зелёной 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 зелёной. Даже крючком электронные зелёной 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 зелёной. Чирк. Продолжение следует... Прозрачно сейчас укладывал палец в краску. Краска стала, немножко приклеилась к холсту. Хотя она все еще возбуждена, это масло быстро не сохнет. Сутки даст вам возможность с собой манипулировать. Но все более вязко. Незначительные уточнения. Уточнение. Уточнение. Ну вот, наверное, и все. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok